Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. Поде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Ян Стэн, талантская школа, гитарист, собственный портрет художника. Перед нами живой портрет автора. Развалившись на стуле, он аккомпанирует свое пение бряцанием гитары. Рядом на столе цинковая, очевидно, не пустая кружка. Веселая жизнерадостность озаряет широкие черты художника. Стэн был в одно и то же время и живописцем, и пивоваром, и трактирщиком. И всем этим разнородным занятиям он отдавался с одинаковой страстью. Безустанно деятельный, полный неиссякаемого юмора, он был лучшим гостем в своей собственной гостинице, в которой он требовал и лучшей кушани, и лучшее питье. Таким он изображал себя в своих бесчисленных картинах, на которых представлены его домашнюю жизнь, его обстановка, его трактир, он самый близкий ему люди. Таким же изображают Стэна и его биографы. Таким же он является и в недавно отысканных документах. Ян Стэн был во все времена любимым художником публики, и это положение сохраняет он и до сих пор. Такая масса вещей приходит на ум зрителей, изучающих его произведения. Так много содержат эти картины занятных намеков и смехотворных шуток. Правда, по понятиям новейшей эстетики, черпающие свои законы из современного искусства, из принципа искусства для искусства, названная черта Стэновских произведений скорее представляется достойной порицания. Отношение к сюжетной живописи настолько в наше время отрицательное, что за мастерами, впадающими в эту ошибку в кавычках, с трудом даже сохраняют имя художников. И во всяком случае подобные живописцы отодвигаются во второй и третий разряд. Положим, Стэн действительно полон недостатков и как художник, и как человек. Стараясь придать своим картинам больше характера и остроты, он часто впадает в тенденциозность, превращается в карикатуриста, заражается зрекомысленными приемами иллюстрации, пренебрегает, часто в непростительной степени рисунком и колоритом заполняет свои картины чрезмерным количеством фигур и эпизодических подробностей. Этими же недостатками отличается отчасти и наша картина, находящаяся в собрании графа Нордбрука в Лондоне. Пропорции фигуры не соблюдены, ракурс особенно в лице неудачен, краски обладают неприятным шоколадным оттенком. И все же картина это как и большинство картин мастеров полна прелестей. Его в произведениях масса достоинств, которые упручивают за Яном Стэном почетное место среди голландских художников и благодаря которым он является одним из величайших бытовых живописцев всех времен. В этой области не найдется художника, который обладал бы такой же фантазией, который с такой же легкостью сочинял бы самые сложные и трудные композиции, как Ян Стэн. Нет мастера, который бы более богат на самые разнородные выдумки. Стэн создал тысячи характерных фигур. Он с неподражаемой остротой подметил массу слабостей как у взрослых, так и у детей. Он бичует эти слабости с неисчерпаемым юмором и с полной откровенностью. Однако и в чисто художественном отношении с Стэном создано столько прекрасного, что он смело может быть поставлен в одном ряду с такими первоклассными мастерами, как Перборг, Митсю и Верлер. Иные из картин этого плебея отличаются такой же гармонией и малеватостью, в кавычках, краски, такой же легкостью и бойкостью техники и даже иногда такой же тонкостью рисунка, как лучшие произведения только что названных «Аристократов», в кавычках, голландской школы. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографиров, модель Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...